13.05 в Кире, это программа интервью у микрофона Светлана Занько, а напротив меня Наталья Починок, доктор экономических наук, доцент, ректор Российского государственного социального университета. Наталья Борисовна, добрый день. Добрый день. Всё правильно я скажу? Абсолютно. Потому что Википедия передо мной. Ещё открыто. Мы очень ждали, вас анонсировали, ваш приезд. Ольга Журавлёва только что ушла и всё рассказала про презентацию книги «Фискал». Мы тут её подписывали нашим слушателям. Потрясающее издание, правда, великий труд. Спасибо, что вот он и есть. Спасибо вам. Спасибо. Я надеюсь, что эта книжка будет не только востребована в библиотеке, но и она сможет, наверное, стать настольной книгой для семейного чтения у большого количества семей в Кирове и в Кировской области. Я считаю, что она очень-очень интересная. Ну, честно говоря, мы тут редакции практически в полном составе. Списочек отправили уже в Герцингу, чтобы нам подписали и оставили. Потому что, насколько я поняла, со слов Оли, в Москве смели практически тираж чуть ли не за один день, ну, за пару дней практически всех магазинов. Действительно так. И мы были вынуждены в срочном порядке дополнительный тираж делать. И сейчас тоже не такое большое количество, 5000, но в Кировской области всего 500 экземпляров. И я думаю, что они разлетятся тоже очень быстро. Поэтому я всех призываю в два часа дня и в библиотеке посещать, читать, знакомиться с этой книгой в библиотеке. Прекрасная, прекрасная. Я вот уже взяла на подарки две штуки, не скажу, кому. Будет сюрприз на Новый год. Но мы сейчас о другом с вами поговорим. Я знаю, что не только с этим вы приехали в Киров. Ваш визит включает и другие мероприятия. Только что вернулись со встречи с Кириллом Лебедевым. Это министр социального развития Кировской области. И Ольга Ирысевой, замминистра образования Кировской области. И говорили вы с ними, насколько я понимаю, о развитии социального предпринимательства. Да, именно так. Но, в общем-то, не только. Но, на самом деле, тема социального предпринимательства, на мой взгляд, является, наверное, наиболее интересной, актуальной для Кировской области. Да вообще и для всей России в целом. Как вы знаете, уже целый год, в 2015-й, действует закон об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. А ведь мы не знаем. Очень многие из нас. Целый год, который, закон определяет базовые правила того, что можно делать, какие услуги можно оказывать. Какие социальные услуги можно оказывать не государственному сектору, а какие услуги могут покупаться за счет бюджета субъектов или муниципальных бюджетов. Наталья, правда, я вам честно скажу, что многие мы не знаем. Давайте мы такой короткий ликбез проведем сейчас. Что такое социальное предпринимательство? Буквально в нескольких словах. Это бизнес, раз это предпринимательство. Построено на чем? Это бизнес, целью которого не только и не столько зарабатывание денег, сколько реализация социального эффекта. Ну, например, самый, наверное, простой пример – это создание частного детского садика или частной группы по дополнительному образованию деток. Или, ну, это уже более сложный проект – это создание частного дома для пожилых. Ну, и многие другие, например… Или, например, уходы на дому за пожилыми и одинокими людьми. Это тоже социальный бизнес получается. Абсолютно. То есть весь перечень услуг в блоке социальной защиты, в блоке, курируемом Министерством образования, Министерством спорта. Это все, что касается тех услуг, которые должны оказываться гражданам по данному закону, могут быть предметом оказания негосударственных учреждений. А до вступления в силу этого закона таких широких возможностей у бизнесменов заниматься социальным бизнесом не было? Ну, честно говоря, нет. Хотя очень многие социальные предприниматели, которые по закону сейчас являются таковыми, говорят, ну, мы уже это делали 7-10 лет подряд. Мы понимаем, что это наша социальная ответственность как гражданина, социальная ответственность бизнеса, потому что социальное предпринимательство обычно это тот шаг, когда, в общем-то, не нужно иметь четкую, может быть, законодательную инфраструктуру. Но она полезна, потому что законодательная инфраструктура объясняет уже государственным органам, что такое явление в стране есть. Все, значит, принимают государственные органы, не могут сказать, что вы сюда не лезете, это наша поляна, да, это только мы занимаемся. Конечно. Но здесь я хочу сказать, что, несмотря на то, что уже год пролетел, вот такого массового появления социальных предпринимателей, которые включены были бы в региональные реестры поставщиков социальных услуг, конечно же, не произошло. А они существуют, эти региональные? Вот, знаете, есть очень позитивные примеры. Вот, кстати, сказать, Пермский край практически, наверное, 40% социальных услуг уже давно передал на плечи негосударственного сектора и делает это очень-очень эффективно. Башкирия, республика Башкортостан, замечательный тоже пример. Пример, первый шаг республика делается, передавая услуги, социальные услуги на дому в сферу некоммерческих организаций, негосударственного сектора. И это первый шаг. Вы знаете, и за опытом этим следят и другие субъекты. Это крайне интересный шаг, ведь дело в том, чтобы сделать действительно качественные социальные услуги, нужно сделать, создать конкурентную среду. А как же ее создать, если все принадлежит государственному сектору? И, ну, конечно же, можно, но, вы знаете, здоровая конкуренция, здоровая конкуренция государственного частного капитала, она всегда действительно делает добавленную стоимость. И получатель услуг имеет возможность выбора. Либо получить услугу, например, пойти в государственный детский садик, либо выбрать услугу получения такой же аналогичной услуги у негосударственного сектора. И гражданин должен выбирать, что ему хотелось бы и какое качество услуг ему, безусловно, не навязывая государство, предлагает через вот такое открытое предложение качество услуг. Поэтому я считаю, что 2016 год будет определяющим для развития. Дело в том, что с начала 2016 года вступает еще один очень важный закон в силу о государственном частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве, который будет поддерживать возможные проекты в социальной сфере с точки зрения, ну, скажем так, передачи из государственного сектора в частное, на определенных условиях, важных для государства тех или иных инфраструктурных объектов в социальной сфере. И вот эти вот, так скажем, два вектора социальных инноваций, социального предпринимательства и появление все больше и больше количества частных негосударственных социальных услуг или социальных предпринимателей дадут существенный эффект. Вот давайте вернемся к картинке по регионам. Вы сказали, что Пермский край и Башкирия являются образцами для подражания практически, потому что они, собственно, не дожидаясь этого закона, стали сами развивать социальный сектор. Пермский не дожидаясь, а Башкирия как раз дождалась и начала действовать. А это всего два региона в России? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. И в региональном разрезе перечень поставщиков социальных услуг, он есть. И он, кстати сказать, мониторится со стороны Федерального министерства, Министерства труда и социальной защиты с точки зрения применения вот этого данного закона. И, конечно, в каждом субъекте по-разному. Вот Кировская область где находится в этом перечне, в этом реестре? Ну, вы знаете, я бы как сказала, что вообще эта тема очень молодая для России. И, конечно, сравнивать, говорить, что Кировской области еще многое нужно пройти, ну, наверное, неправильно, потому что у нас есть два замечательных региона, Перм и Башкирия, которые меняются. Остальные все ровненько. Остальные все ровненько смотрят на лучшие практики и смотрят на то, какие шаги можно предпринять. Но я уверена, и сейчас по-другому, наверное, сложно представить, потому что социальное предпринимательство уже не только в рамках Министерства экономического развития является одной из ключевых программ, но и, в частности, одной из ключевых программ для развития молодежного социального предпринимательства. Мы сейчас к этому еще с вами подойдем. Возвращаясь к региону, все-таки очень важно узнать, от чего зависит уровень развития социального предпринимательства в каждом конкретном регионе? Почему Перм начала раньше, почему Башкирия включилась сразу, а другие регионы пока смотрят на них? От чего это зависит? Кто или что оказывает влияние на развитие социального предпринимательства в конкретном регионе? Безусловно, это шаг навстречу друг другу. Это партнерство региональных властей и будущих социальных предпринимателей. Как это обычно возникает? Правительство региона говорит, друзья, мы сейчас все вместе будем развивать социальное предпринимательство, мы хотим отдать вот это, например, обслуживание пенсионеров, одиноких пожилых, больных, в частные руки. Мы готовы наши государственные деньги в количестве стольких десятков, сотен миллионов отдать полностью частному бизнесу, развивайте. Развивайте. Или там еще какой-то список. Или наоборот заход. Возникают эти предприниматели, которые готовы взять свои руки, и они с заявками своими идут в правительство. Как должно это все случиться, чтобы все срослось? И в том, и в другом направлении. А то, что, наверное, прежде всего нужно сделать с точки зрения инфраструктуры развития социального предпринимательства, это формирование на площадке региона центра инновации социальной сферы. То есть это организация, которая является получателем федеральных субсидий по линии программы развития малого и среднего бизнеса, которое реализуется Министерством экономического развития, и, соответственно, при условии в том числе субсидирования со стороны субъекта. И этот центр инновации в социальной сфере должен быть, ну скажем так, той структурной единицей, которая не только будет готовить будущих социальных предпринимателей с точки зрения знания и умения ведения предпринимательской деятельности, понимания социального сектора и так далее, и так далее. Но и в том числе сопровождать и консультировать уже созданные социальные предприятия с точки зрения их дальнейшего сопровождения. То есть прямо бизнес-планы помогать, готовить, отслеживать, как набирается персонал, какого он качества, что лицарь, конечно. Конечно. Первое – это образовательная. Образовательная программа в области предпринимательства, в области социального предпринимательства, где передаются четкие, понятные, прозрачные технологии. Как Вы правильно говорите, и как проверять качество персонала, и как делать бизнес-планы, и так далее, и так далее. Это, значит, своего рода удочка, которую будущие социальные предприниматели уже будут использовать для получения, для ведения деятельности в социальной сфере. А второе действие – это сопровождение. То есть это оказание консультационных услуг. Да, действительно, если вдруг есть какой-то вопрос у социального предпринимателя, а как оценивать, как набирать персонал, как организовывать волонтерское движение, например. Да, конечно, это может быть вопросом как раз в Центре инновации социальной сферы. Что он из себя представляет физически, этот центр? Это какой-то офис. Сколько-то людей там должны быть с каким-то образованием, с какими-то возможностями. Это офис с людьми профессиональными. Сколько человек может быть там для такого региона, как наш? Я думаю, что порядка 10 человек, 50 человек на старте. То есть немало. Но, в общем-то, я считаю, что для такого региона, как Кировская область, это действительно правильный шаг. Это может быть либо структурное подразделение администрации Кировской области, либо отдельно созданная некоммерческая организация, созданная правительством Кировской области и, ну, например, в том числе, хочу сказать, у нас есть опыт работы в Башкортостане, где на площадке Российского государственного социального университета, на площадке Уфимского филиала создан Центр инновации социальной сферы. То есть при университете, при образовательном учреждении? При образовательном учреждении, но как структурное подразделение или некоммерческая организация с участием и университета, и правительства области. То есть это отдельное юридическое лицо. И сколько у нас в России сейчас таких центров инноваций социальной сферы? Ну, к сожалению, не так много, как бы хотелось. Сейчас 18. — Немало. — Немало. — Это за год? — Нет, это за порядка 3 года. Но я хочу сказать, что у нас всё-таки 85 субъектов. И я считаю, что это важный аспект первого шага развития этого вектора социального предпринимательства. Нужно создать инфраструктуру социального развития в каждом из субъектов. — Правильно я понимаю, что с этим предложением Вы сегодня и приехали в правительство, и встречались сейчас с министром, замминистра, и будете встречаться с губернатором Кировской области? — Мы обсуждали в том числе этот вопрос и рассказывали о действительно тех интересных проектах, возможностях для Кировской области, которые уже реализованы либо на примере Башкирского нашего филиала, либо в целом в университете. — А Вы же будете встречаться ещё с Валентином Пугачем, ректором ВИАДГУ, тоже по этому вопросу? — В ВИАДГУ мы будем ещё одну новую страничку нашей активной деятельности предлагать. Вторая тема моего приезда сюда — это продвижение шахматного образования. Дело в том, что совсем недавно Российская шахматная федерация и Российский спортивно-студенческий союз при участии РГСУ мы создали студенческую шахматную лигу, которая призвана развивать шахматное образование в университетах и на площадке университетов развивать шахматное образование в школах, в дошкольных учреждениях, развивать корпоративную шахматную лигу — это взаимодействие как раз с ключевыми работодателями, с пенсионерами. — Зачем это всё? — Это инструмент, который формирует такие качества, например, как умение стратегически мыслить, умение предвидеть, так скажем, ходы и планировать на несколько шагов вперёд. Это уникальные методики, которые полезны не только для детей, но и для пенсионеров. У нас есть уникальные исследования в университете, что если пенсионеры занимаются шахматами, то у них сокращается темп развития деменции, например. Есть уникальные методики шахматной игры для инвалидов. И, вы знаете, вообще-то это всё возрождает традиции Советского Союза, правда? — Конечно. — Когда на улицах, в парках летом все лавочки были заняты, я помню, ещё в Кирове это тоже было, людьми, которые играют в шахматы. И в Кировской области до сих пор, по-моему, сохранилось, я не знаю, как это называется, сейчас шахматы или что-то в этом духе, но пожилые даже люди, как в советских времёнах, ещё играющие туда ходят. Здесь это очень важно. Я считаю, что как раз возрождение шахмат и создание на площадке ключевого университета Кировской области такого шахматного клуба станет вообще точкой протяжения талантливых ребят, развития и поддержания талантов, связи вообще со всеми поколениями, образования через всю жизнь. И это очень интересно. — Ну вот если здесь, например, у меня с трудом возникают какие-то сомнения, что вы не подпишете или подпишете с Вятским государственным университетом какой-то договор об организации шахматной лиги, да, то вот насчёт открытия Центра инновации социальной сферы здесь возникают у меня сомнения, и я с вами сейчас ими поделюсь. Я понимаю, что Кирилл Лебедев и Ольга Рысева вас выслушали, ваши доводы, наверное. Думаю, что внимательно, я не знаю, молча или что-то говорили, парировали в ответ, спрашивали. — Вы знаете, мы обсуждали уже конкретный план. Не создание Центра, а конкретный план того, как бы Кировская область могла бы развивать постулаты, законы об основах социального обслуживания граждан. — А план какие-то рамки временные имеет? — Конечно, нет. Здесь вопрос какой, что мы обсуждали, знаете, как эксперты, плюсы-минусы, возможности. Но если говорить всё-таки о сроках и о принятии решения, то если всё-таки начинать и такой Центр создавать, то, конечно, нужно это делать в начале следующего года, потому что следующий этап уже выделения субсидий на федеральном уровне будет уже очень скоро. — Велики ли эти субсидии? — На федеральном уровне до 5 миллионов рублей. — На один бизнес конкретно? — Нет, нет, на Центр, на образовательные программы. Но и потом есть программа уже поддержки конкретных социальных предпринимателей. Это до полутора миллионов рублей на создание своего бизнеса. А если говорить о детских садах, о создании частных детских садов, то это до 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Я считаю, что это существенные средства для возможных будущих предпринимателей Кировской области. — Существенные, но достаточные? — Здесь, безусловно, только базируясь на этих средствах, наверное, не проживёшь. — Но это федеральные субсидии? — Это федеральные. Но здесь очень важна и реакция региона. Ведь помимо создания таких детских садов частных или центров дополнительного образования детей, очень важно, чтобы они были востребованы в регионе. — Чтобы в том числе сам регион сказал, мы хотим купать у вас, у того или иного социального предпринимателя, эти услуги, потому что мы доверяем качеству, мы считаем, что вы тот предприниматель, который должен быть в реестре поставщиков. И здесь, конечно же, не обойтись без совместной стратегии, не обойтись без совместных решений. Кстати сказать, ваши соседи, Республика Башкортостан, в рамках подготовки новой стратегии социально-экономического развития решила, ну и мы, по крайней мере, обсуждали это, обозначила социальное предпринимательство как отдельный вектор, который должен быть отражен отдельно с точки зрения программы социально-экономического развития региона. — Я об этом хотела как раз с вами поговорить, я подводила к этому, но, видимо, слишком издалека, потому что я понимаю, что все равно должно быть принято решение о правительстве и главой региона, что да, мы этим занимаемся. И я так понимаю, что с Никитой Юрьевичем Белых вы уже обсуждали этот вопрос, поскольку давно с ним знакомый, и он знаком с вашей деятельностью, наверняка не первый раз вы ему говорили, что... — Мы сегодня планируем с Никитой Юрьевичем обсудить уже предмет на этот вопрос. Я думаю, что как раз коллеги и Министерства социального развития и Министерства образования Кировской области тоже на этой встрече выскажут свои «за» и «против» относительно возможного совместного движения вперед. Но я хочу сказать, что Российский государственный социальный университет и те проекты, которые мы делаем на федеральном уровне, и в части Министерства труда и социальной защиты, ведь мы являемся, не скрою, разработчиками профессиональных стандартов в области социальной сферы. Социальный работник, профессиональный стандарт социального работника был подготовлен как раз коллегами из РГСУ. И образовательными стандартами, и методологией подготовки и образовательных программ для молодежи тоже вышли из стен Российского государственного социального университета. Это единственный социальный университет в нашей стране. С 1991 года. Да, и университет, который долгое время был подведомственной организацией Министерства труда и социальной защиты. Но на самом деле, все-таки социальная сфера, она очень такая многообразная и широкая. И, конечно же, университеты региональные, мощные региональные университеты готовят прекрасных, прекрасные кадры в области социальной работы. Но не бизнесменов, не социальных бизнесменов. Пока, но все впереди. И здесь я считаю, что как раз совместное движение в сторону развития и повышения количества и качества образовательных программ, чтобы все-таки социальный работник знал не только сферу государства, но и негосударственную сферу и выбирал для себя, что ему более интересно. Это вектор все-таки повышения престижа профессии социальной работника. Это тоже. Вот мы об этом поговорим после короткой рекламы. Напоминаю, что у нас в гостях Наталья Починок, доктор экономических наук, доцент и ректор Российского государственного социального университета. Через две минуты вернемся в эту студию. Вот сейчас пример, который я в перерыве Наталье Борисовне Починок рассказывала, я, наверное, озвучу. Потому что мы вышли на перерыв на том, что есть уже образовательные программы, есть и бизнес-планы по различным видам социального бизнеса. И они есть, они готовы, они внедряются в других регионах. И вот сейчас идет разговор о том, чтобы внедрять это в Кировской области. По крайней мере, сегодня точно активные переговоры ведутся. Какой пример я привела? Это происходило все с участием нашей радиостанции. Прямо даже у нас здесь в эфире мы говорили о пожилых людях, которым необходим уход, которые остаются одинокими. Кто-то из них попадает в дом престарелых, кто-то нет. И тем и другим все равно необходима помощь, потому что даже на дом престарелых недостаточно оставок сиделых или тех, кто гулял бы и все прочее. У нас в Кировской области это совершенно не развито. У людей таких множество. Мы говорили об этом и с медиками, и с социальными работниками, и с представителем упомянутых уже министерств. И все понимают, что им нужно помогать. Все понимают, что есть какие-то государственные средства. Первое. И все понимают, что многие семьи готовы были бы платить, например, за своих стариков. И многие старики готовы были бы отчислять часть своей пенсии, чтобы им достойный уход. Они, кстати, отчисляют в государственных домах престарелых 75%. Да. Но просто их можно, может быть, использовать более эффективно, эти средства. И приводился как раз пример. К примеру приводился представитель проекта Кировской области, как раз Пермского края, где уже 8 лет очень удачно складывается такой опыт. Но мы натолкнулись на такую вещь, что при всем желании волонтеров вот это делать, никто бизнесом заниматься не может, не хочет. В частности, именно потому, что не понимает, как вообще можно на том, что всю жизнь считалась пререгативой государства. Если кому-то плохо, если кто-то стар, болен и так далее. Государство должно. Ну, знаете, да, такое государство? А тут мы говорим еще о каких-то деньгах и зарабатывании. Вот такой разрыв просто сознания происходит. В том числе. От непонимания того, как это все может быть выстроено. Какое-то такое может быть свое действие. Ну, знаете, все-таки вот государство должно действительно поддерживать тех, которые, тех категорий граждан, которые действительно находятся в трудной жизненной ситуации. Но почему-то уже не вызывает вопросов, например, медицинская сфера, когда развитие платных медицинских услуг уже давно обошло, так скажем, в привычный ряд. Да, безусловно, есть перечень медицинских услуг закрытых, гарантируемых. Но, в общем-то... И конкуренция здесь, о которой Вы говорили, уже высока. Конечно. Как между государственными частными клиниками, так же и между частными клиниками. Конечно. Так вот, если возвращаясь к Вашему вопросу относительно домов для пожилых, это точно такой же бизнес. Он, конечно, не приносит высоких доходов, но модель, которая есть, они разные. Есть, например, тоже достаточно известный проект, он находится в Московской области. Это дом для пожилых Монина. Это очень такой, наверное, один из самых инфраструктурно развитых домов престарелых, который был создан в системе РЖД. Кстати сказать, тоже очень интересный проект или сеть проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это сеть домов для пожилых ОПЕКа. Это менее такие капиталоемкие проекты, связанные с созданием не стационаров, а учреждений для пожилых, где обеспечивается уход, должный уход. И хочу сказать, что действующая модель уже финансирования государственного дома престарелых подразумевает, что тот пожилой человек, который там находится, отчисляет 75% своей пенсии. Он, в конце концов, может сделать выбор, правда, куда будет, в государственный дом престарелых или в частный? И, соответственно, такие проекты уже есть. Есть проект подобный на территории Омской области и в ряде других областей. Поэтому модели есть, они разные. Разные модели, в том числе покупки услуг по содержанию пожилых людей в негосударственных учреждениях со стороны региона. Поэтому есть на что посмотреть, какой лучший опыт выбрать для того, чтобы активизировать эту работу в Кировской области. Я считаю, что это одно из, наверное, правильных и интересных, наверное, проектов, где в РГСУ есть и методические программы, и опыт, и, ну, скажем так, то плечо, на которое можно опереться с точки зрения развития этой территории Кировской области. Мы тоже об этом говорили. Ну, вот, возвращаясь к Российскому государственному социальному университету, всех просто с удовольствием отправлю на сайт РГСУ, потому что становится понятным, какие конкретно специалисты обучаются в этом университете, и какие конкретно программы университет предлагает для тех, кто не обучается, но там пользуется, ну, не является, я имею в виду, студентом, но может воспользоваться этим программой. Это очень важно, когда ничего не приходится придумывать, а есть уже возможность оценить готовые планы, которые, там, прошли экспертизу, приняты, в том числе и на правительственном уровне, да, например, опробованы в каких-то регионах. Это здорово, и, наверное, ожидаемый вопрос, могут ли эти программы транслироваться не только через Центр инноваций, который, неизвестно, еще будет создан в следующем году или нет, но, например, через наш опорный УЗ, который будет создаваться в следующем году. В том числе, кстати, я считаю, что это действительно тот правильный путь, который нужно тоже реализовывать. Я хочу сказать, что вот не только, знаете, через ВУЗ такие можно проекты делать, а через активное участие, в том числе в конкурсах и изучение лучших практик. Вот на ближайшем Красноярском экономическом форуме, который пройдет в феврале следующего года, Минэкономразвитие будет делать конкурс, конкурс на лучший проект, лучший проект социального предпринимательства. И я считаю, что как раз изучая те проекты, которые будут подаваться на конкурс, уже можно много подчеркнуть для себя. И вот мы задумали тоже с коллегами сделать такую библиотеку типовых решений и сделать ее открытой, потому что, знаете, чем больше людей потенциально интересующихся этой темы узнает, какие они могут быть, какие результаты, какой главный социальный эффект такие проекты приносят. Чем больше это будет уже, знаете, на повестке дня, и уже любое правительство уже не сможет отказать от активного развития вектора в этом направлении. А если говорить о все-таки вот тоже очень важной теме, которую тоже, мне кажется, в вашем вопросе обозначили, волонтеры или помощники, потому что есть социальные предприниматели, а есть те люди, которые... Делают это безвозмездно, по зову души. Безвозмездно, по зову души. И здесь тоже, вы знаете, очень много и проблем и вопросов, которые тоже нужно решать. Дело в том, что вот для многих учреждений волонтеры это не помощники, а, извините, пожалуйста, головная боль. Вот это кто пришли? Что такое? Что такое? Что эти люди будут делать? Они сегодня придут, завтра не придут? Какими квалификациями они обладают? Знают ли они, я имею в виду волонтеры, как с той или иной категорией граждан общаться? Профессионалы они или нет? И вообще, что такое добровольчество? И как его применять, как его использовать для того, чтобы действительно заменить определенный объем трудовой функции вот такими добрыми, хорошими делами? И мы тоже, в общем-то, заботились этим вопросом на федеральном уровне вместе с коллегами из Росмолодежи, Роспатриот-центра. Подготовили образовательную программу, которую мы хотим транслировать на всю Россию. Это будет такая, скажем так, на 50% открытая образовательная программа, которую мы будем предоставлять в дистанционном формате, которая будет не только определять правовые основы социального волонтерства в зависимости от видов социального волонтерства, знаний, которые должны иметь непосредственно волонтеры, но и техники и технологии организации таких волонтерских сообществ и мультипликаторов или кураторов волонтерских движений. И в том числе, это следующий уровень, какие знания должны иметь руководители организации социальной сферы, куда приходят волонтеры и руководители муниципальных образований. Дело в том, что почему-то государство или в некоторых смыслах чиновники считают, что волонтеры это те, кто ходят с флагами на парады или создают какую-то лишнюю головную боль. На самом деле это не так, ведь если правильно развернуть социальное волонтерство или волонтерскую деятельность на территории каждого какого-то определенного муниципального образования, внимательно изучив потребности муниципального образования, структурировав, спланировав эту волонтерскую функцию на постоянной основе, всколыхнув вот эту волну небезразличных людей, а люди действительно у нас очень добрые, хорошие, они очень быстро откликаются и хотят сделать полезное вокруг себя. И чтобы это организовать, создать все условия, поощрять их, поощрять и добрым словом, и возможностями карьерного роста, или может быть какими-то другими возможностями. И тогда это будет, вы знаете, в наших новых экономических условиях, как мы говорим, будет дополнительным плюсом, потому что это будет просто заменять те выпадающие доходы, или может быть недофинансированные расходы, которые... Которые сейчас со страшной силой у нас растут и растут. Да, да, да. Да. У нас остается не так много времени, буквально три минуты. Я напоминаю, что мы сегодня беседуем с Натальей Поченок, ректором Российского государственного социального университета. Все эти темы на самом деле близки и правда очень многим людям в нашем регионе точно. Если это сейчас подкреплено законодательной базой, и будет подкреплено образовательными продуктами, доступными в любом регионе, будет подкреплено добрая воля, прежде всего, глава нашего правительства, которые реально будут нацелены на то, что это нужно развивать. Я так понимаю, что высшее руководство страны, оно же четко дало понять, что это необходимо развивать. Тут нет другого варианта. Это значит, что в 2016 году Кировская область, дай бог, кстати, между прочим, это совсем неплохо, ждет, если не взрыв, но такое хорошее и сильное движение по развитию социального предпринимательства и волонтерства. И то, что мы будем наблюдать, обязательно, конечно же, будем об этом беседовать. Не будет хотелось. Точно, точно, потому что мы этим занимаемся, безусловно. Поэтому я благодарю Наталью Починок за то, что она сегодня к нам пришла. Думаю, что мы с вами в эфире еще не раз встретимся. Наверняка еще и не последний приезд в Кировскую область. И я, конечно, очень желаю вам того, чтобы на сегодняшней вечерней встрече в присутствии министров и главы региона были досникнуты конкретные договоренности, а может быть подписаны конкретные документы. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...